Сегодня мы примеряем на себя маску Джокера и узнаем, как создавать модные тренды. Слушаем симфонию дружбы, раскрываем тайны театра живописи и катаемся на лыжах в виртуальной реальности. Омск, Ташкент, Москва, Грозный. 2 декабря эти города были вместе и связала их музыка. В трудные для концертной деятельности времена в рамках проекта симфония дружбы знаменитые оркестры объединились и вместо того, чтобы сжигать мосты, выстроили свой музыкальный в онлайн эфире. Вот этот масштаб, вот эта концептуальность этого проекта, что музыка объединила разные регионы, что она понятна абсолютно всем, независимо от национальности, от вероисповедания. Это самое дорогое, что есть в этом проекте. Я испытывала гордость, потому что действительно музыканты сохранили сплоченность, чувство локтя, чувство коллектива. То есть они не потеряли как бы вот за вот это время, когда они были разобщены, когда они сидели по домам, они не потеряли вот эту вот сцепку и выступают сегодня очень органично, очень хорошо звучали. С помощью телемоста за полтора часа концертной программы побывать в гостях у Чеченской филармонии, посетить Московский армянский театр и филармонию Солнечного Узбекистана. Открыл фестиваль Омский академический симфонический оркестр. В его исполнении прозвучали жемчужины классической музыки. Произведения Глинки, Бородина, Мусоргского, Ипполитова-Иванова и Арама-Хачатуряна. Тут необъятные совершенно возможности открываются, да, используя все эти технические средства. Можно делать целые фестивали какие-то онлайн. И самое интересное, что вот этот эффект какого-то живого выступления, живого концерта, он присутствует. То есть ощущается настроение полностью концертное и у коллектива, и у меня тоже. Для того, чтобы эффект живого выступления был у зрителя, сидящего по ту сторону экрана, пришлось потрудиться техническим службам. Звук на всех концертных площадках налаживали три дня. Главным партнером проекта стала Омская филармония. Концерт был уникальный для нашего зала. Чтобы передать звук оркестрам, мы использовали технологию 50-х годов под названием ДК-3. Ее разработали в 50-х, впервые использовали в 54-м году. Это расстановка микрофонов в форме треугольника, в форме елки. Она максимально передает и зал, и оркестр, чтобы зритель слышал то, что происходит в зале и в оркестре. Организаторы обещают, симфония дружбы будет звучать и дальше. Уже принимаются заявки на участие от творческих коллективов разных регионов и стран. Посмотреть уже прошедшую трансляцию можно на сайте ИВК-группе Омской филармонии. Подушки с изображением клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно гостеприимно» лежат и приглашают нас туда, где живет Мефистофель с песочными часами. Здесь же неподалеку расположился эксцентричный Джокер. Профессиональный художник Анна работает над масками из папье-маше. Все начинается с глины и специальной формы, на которую и помещаются размоченные в горячей воде кусочки картона, а затем закрепляются клеем ПВА. Когда изделие высохло, оно покрывается акриловыми или масляными красками. Традиционные для венецианских масок бисер и кружево Анна не использует. Она поклонница жанра ужасов, а потому ее работы, как говорит она сама, это прежде всего грезы, иллюзии и сны. Вспоминая свою историю увлечения к маскам, она рисует в памяти картину из детства. В детстве очень давно-давно. Мы с отцом. Он раньше работал в протезно-орстопедическом предприятии и нас с собой брал. Вечером мы туда иногда ходили, и на втором этаже была странная комната. Я никак не могла понять, почему она находится именно в протезном предприятии. Там была комната, завешанная полностью масками. Я была очень маленькая, я еще в школу не ходила. Я никак не могла понять, что они там делают. Часть были протезы, это точно. Ну, там не хватает части лица, носа и все остальное. Они лежали в витринах стеклянных, я помню. А все остальные, я не знаю. И они как бы дали пищу для многого. Спустя много лет она решила воплотить таинственную комнату в реальность и воспроизвести то сильное, яркое впечатление в своих работах. Черепа, раскрашенные в мексиканском стиле, напоминающие о Дне мертвых. Клоун со зловещей улыбкой. Мистические луны и месяц. Часто Анна берет традиционные, узнаваемые для карнавальных и театральных масок образы и добавляет в них свои фантазии. Говорит, такая эстетика близка немногим. Ну, обычно маска-то веселая, что-то такое доброе. Вот доброго, вот доброго нет. А чего у меня доброго нет? Ну, жизнь разная есть. В университете тоже. Аня, у тебя все агрессивное, а у тебя все какое-то страшное, а у тебя все странное. Ну, в жизни все есть. И доброта, и что-то такое странное. Почему бы и не обратиться к тому или к другому? Художник имеет право обращаться куда-то к чему. Имитация ужаса, она как будто лекарство, прививка от чего-то более страшного, на самом деле страшного, чем вот эти иллюзии каких-то мистификаций и ужастиков. На самом деле это просто детские игры, которые ты играешь, чтобы нейтрализовать в себе настоящий ужас или страх перед чем-то в жизни, что может произойти еще. Ее мастерская как окно в иное измерение. Вот, к примеру, маленькие прозрачные гробы. Часы в виде сердца, есть здесь и работы из стекла. И с этим материалом Анна тоже может экспериментировать. Впрочем, больше ее тянет к папье-маше. Быстро, недорого и прочно. Почти как дерево. Это пока еще не законченная. Скульптура состоит из картона, в который будут вмонтированы металлические части корпуса автобуса. Его, говорит Анна, тоже можно очеловечить, а не воспринимать как бездушный объект. И в автобус тоже можно влюбиться. И тогда любая деталь в привычном мире может обрести другой, более интимный смысл. Хотели бы вы оказаться в центре событий любимого фильма, сериала или игры? А что, если я вам скажу, что по щелчку пальцев я оказываюсь по ту сторону экрана в одной из сцен культового фильма? Или погружаюсь в компьютерную игру? Сегодня все это доступно каждому. И если у нас это обычный хромакей, то у ребят из виртуальной реальности есть все необходимое, чтобы отправить вас в другое измерение. Технологии виртуальной реальности зародились еще в 50-е годы. Тогда первые шлемы HeadSight разрабатывались для военных целей. Но в 1962 году Мортон Хеллин запатентовал первый в мире симулятор Sensorama. С виду он напоминал стандартный игровой автомат того времени. Но за шорами крылся другой виртуальный мир, который так похож на настоящий. Ваш мозг обманывается и не понимает, что происходит на самом деле. Человеческий глаз видит картинку, которая ассоциируется у мозга с движением. Мозг начинает, ну вестибулярный аппарат не понимает, что происходит, потому что на самом деле вы стоите. Шлемы виртуальной реальности это не только развлечение. VR-технологии часто используются в медицине и военном деле. А также могут служить отличной тренировкой для вашего вестибулярного аппарата. К тому же ограничений по возрасту практически нет. Рекомендуем от 6 лет. И то это связано только с тем, что шлем будет большой. То есть мы не сможем его зафиксировать на голове. По здоровью, связанной с эпилепсией, с центральной нервной системой заболевания, людям не рекомендуется. Для всех начинающих путешественников по виртуальному миру опытные сотрудники проводят вводный инструктаж. Показывают, как управлять цифровыми руками и как правильно передвигаться в пространстве, чтобы ничего не разбить. Инструктаж пройден, контроллеры в руках, шлем на голове. Теперь мы готовы прыгнуть с небоскреба и ощутить на себе эмоции от свободного падения. Или отправиться на горнолыжный курорт, чтобы почувствовать себя настоящим фрирайдером. Сегодня существует множество разнообразных сценариев в виртуальном мире. И каждый желающий может осуществить свою мечту, надев шлем и взяв в руки контроллеры. Но не забывайте возвращаться в реальный мир. Я Караванчо! Я! Я Караванчо! О том, как картины и актеры дополняют друг друга на одной сцене и почему о Караванчо рассказывают в Омском театре живописи, мы поговорили с заслуженным деятелем культуры Омской области и режиссером Николаем Михалевским. Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, как вообще больше 20 лет назад уже появилась идея создать в Омске театр живописи? Ну, у нас, во-первых, до театра живописи, у нас вообще, как бы, вот это все создавалось, это, можно сказать, еще семейный театр Михалевских. Вот, у нас до театра живописи, у нас еще был свой театр, вот, и у нас большой был репертуар. Шукшин, Абрамов, вот последний спектакль, джаз-спектакль «Русская красавица». Потом я пять лет организовывал в Сибади, Центр искусстворчества, там пять лет на строительство ушло, потом мы два года отработали и ушли оттуда, и после этого нас пригласили сюда в музей. И поэтому мы были готовы вот к такому театру. На моей новой картине изображено обычное, но при этом великое предательство. Первое трагическое событие страстей Христовых, страстей, приведших к распятию. В ваших спектаклях часто фоном всегда практически служат картины. Как вам удается найти эту грань, соединяющую живопись и театральное искусство? Ну, вы знаете, во-первых, когда у нас всегда для меня театр, вот выходить на сцену, если тебе есть что сказать, не понравится зрителю, когда есть что сказать, все, выходи. И это не важно, на сцене ты театр выходишь, а тем более возле картин ты выходишь. Эта ответственность, когда ты стоишь рядом с шедеврами, вот, она переходит вот этот опыт и сюда. В 16 лет сам добрался до Рима, художником мечтал стать, это при том, что был нищим сиротой. Пять лет был учеником и помощником Караваджо, потом сам возомнил себя художником, они с Караваджо поссорились, и он бежал из Рима, совершив убийство. А кто важнее в этих постановках? Актер, картина или все-таки они дополняют друг друга? Нет, ну, естественно, естественно, картина, естественно, художник. Потому что, а тем более, а если еще гениальный художник, мы только посредники. Актриса, она между картиной и зрителем, она вот эта вот энергетическая вот эта вот тропиночка, вот, она как бы не это самое, все сосредотачивается, собирается эмоция зрителя на картину. Прежде чем ты идешь на выставку какого-то художника, ты должен максимально погрузиться в его судьбу, в его биографию, пройти с ним этот путь его крестный, часто скорбный, трудный путь, вздрогнуть от его живописи. Ну, как можно понять твою работу, не зная твоей биографии? Откуда у вас вообще такая вот любовь к живописи? Откуда она появилась? Ну, потому что я понимаю, что это дело вечное, это дело космическое. Вот, это уже то, что живопись, это люди, поцелованные Богом. Это энергетика идет. Вот, живопись, музыка, это для меня всегда, вот, когда смотришь, и смотришь, как художник смотрит на мир, что в этой картине заложено, а потом еще ты начинаешь, ты просто, как это можно сделать? Как вообще родилась вот идея спектакля «Я Караваджо», и почему именно об этом художники решили сделать постановку? Это гений, да, вот, и это тайна. И вот эту тайну ее разгадать, и, как бы, его судьба, она, его энергетика, вот, вот, оно идет воздействием на тебя. У нас на Караваджо потрачено два года. Мы же не просто спектакль ставим. Это я с Караваджо прожил эти два года. Говоря о Караваджо, мы говорим о природе гениальности, вот такой природе. Вот что это такое? А она существует, она необъяснимая, потому что ты смотришь, и ты понимаешь, что нормальный человек, если у тебя нет вот этого, ну, какой-то космической программы, это сделать невозможно. Великий из великих! Великий из великих! Я Караваджо! Я, 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 я! Аромат корицы, меда, снежинки из сладкой глазури и леденцы. Вкусная традиция рождественских угощений пришла к нам еще из средневековой Европы. И сегодня сладости в цене. Пряничный мастер Татьяна Баранцева едва успевает принимать заказы на популярный подарок к Новому году. Решив испечь пряники для церковной лавки 8 лет назад, Амичка уже не оставила создание медово-имбирного лакомства. Пряники – это про людей, это про то, как люди дарят свои подарки. Потом человек получает свой презент, смотрит на свои прянички. И вот такой, знаете, круговорот эмоций, позитива – это, конечно, очень здорово. Когда я стала делать заказы, сначала до 9 вечера я сидела после работы, потом до 12, потом до 2 ночи, у меня уже стал вопрос, что я не могу совмещать, нужно что-то одно. Оставив работу в крупной компании, Татьяна открыла свою пряничную студию. Заказы на новогодние пряники обычно начинает принимать уже с конца осени. Когда дома появляется аромат выпечки, особенно вот рождественской, это создает настроение, поэтому я чувствую, у меня миссия такая очень новогодняя. Имбирь, корица, мед, сахар и мука – ингредиенты самые обычные. Пряничный мастер уверяет, что печенье можно легко приготовить и самому. Однако свой авторский рецепт все-таки хранит в секрете. Это сотни попыток. Мне кажется, больше 250 попыток для того, чтобы именно нужные пропорции всех ингредиентов. Я все время меняла для того, чтобы найти идеальный баланс, который, мне кажется, я сейчас зашла. Тем же, кто даже в празднике живет без мучного, могут прийтись по вкусу леденцы. Чтобы порадовать себя разноцветным лакомством, любимым с детства, к Новому году уже тоже стоит поторопиться. У мастера Жаны заказов немало к изготовлению сладостей. Она пришла недавно, но уже наработала клиентскую базу и мечтает о собственном производстве. Наверное, месяца два я вынашивала эту идею, смотрела, смотрела. И в конце концов я решила попробовать. У меня с первого раза все получилось. Я создала профиль в Инстаграм, и все, и начались сразу заказы. На удивление. Леденцы Жана создает из изомальта, популярного натурального сахарозаменителя. Его необходимо разогреть при 180 градусах, затем добавить пищевой краситель, после чего залить форму и охладить. К каждому празднику есть тематические леденцы, тематические всякие формочки, картинки. Сейчас к Новому году актуально, уже заказы идут вовсю, уже прям много заказов. Елочки, снежинки. Я Новый год очень люблю. Обычно я с ноября готовлюсь, но не в этом году, потому что я вся в работе. Угостить себя и близких свежими новогодними сладостями или попробовать приготовить их самому. Декор, цвет и герои. Здесь можно превратить любую фантазию в сладкую реальность. Уже в раннем детстве вместо солнышка и человечков он рисовал эскизы одежды. Что станет дизайнером, решил рано. Юн Дэн преодолел тысячи километров, приехав в Омск из Бурятии, чтобы стать студентом одной из лучших дизайнерских школ России и вершителем своей судьбы в мире моды. Меня всегда тянуло руку на какие-то костюмы, образы, театральные костюмы. Мне вот это всегда все было дико интересно. Одежда для меня – это прежде всего способ самовыражения. О себе в индустрии моды Юн Дэн заявил почти сразу. Восточные мотивы, этнофатуризм, нестандартные ткани и сложный крой. Свой первый образ создал еще на втором курсе. Философия его коллекции, который год удивляет членов жюри фестиваля «Сибирская этника». Но дизайнер признается – сам он не пижон. Скорее – сапожник без сапог. На самом деле у меня гардероб не такой большой. Я люблю какую-то простую базовую одежду. Единственное, что за все время обучения я себе сшил – это просто брюки. Себе черные классические брюки. В 2020-м на конкурсе молодых дизайнеров его коллекция вновь заняла первое место. Юн Дэн сделал ставку на глобальность гендерных предпочтений и обошел десятки перспективных российских модельеров. Это, получается, совмещение мужского и женского про гендер-дуальность, да? Ну, или, как еще говорят, гендерная флюидность, да, совмещение. Я выбрал такой, как сказать, акцент на классическом костюме, но с какими-то женскими элементами. Весь процесс пошила я полностью делаю сам. Всю коллекцию отшил примерно где-то за месяц, наверное, да. Интереснее, когда ты сам, ну, сам для себя создаешь тренды, да? Могут какие-то у тебя быть, там, не знаю, трендовая сумка, там, еще что-то, какие-то трендовые аксессуары, но в основном, мне кажется, не нужно оперировать, там, трендами. Можно просто следовать моде, а можно ее задавать. Молодой дизайнер уверен, сегодня это под силу не только представителям фэшн-индустрии. Будущее за дизайном мышления. Здравствуйте, меня зовут Игорь Николаев, я омский художник-график. Сама мастерская начинается вот с такой вот таблицы окулиста, проверка художественного зрения. Эту таблицу я создал для выставки «Ископаемая деревня», и она начинает поход в мою мастерскую. Здесь много пространства, света, и, конечно, я могу делать большие по формату картины. То есть вот здесь вот мы видим такая большая черепаха. Картина называется «Анатомия черепахи». Я ее выполнял на стекле и потом в зеркальном отражении напечатал вот на такой большой формат. Здесь я могу работать типографской краской, которая дает мне возможность делать разные фактуры на поверхности бумаги, то есть напоминающие фреску. И, конечно, вот мастерская удобна тем, что я могу лить краску, могу брызгать. И вот эти какие-то бытовые проблемы, связанные с беспорядком, я как бы могу их избегать. Вместо мольберта я использую вот такую плоскую поверхность со стеклом. Здесь я могу делать и монотипы, то есть прессовать прямо вот на этой поверхности, на стекле. Также, значит, вот в мастерской здесь у меня есть некоторые арт-объекты, которые я готовлю к выставке. Вот в следующем году выставка будет, возможно, будет посвященная 200-летию Достоевского. И вот такой арт-объект, который рассказывает о ссылке Достоевского в Омске. Этот арт-объект, он двигается, то есть я могу вот его прямо на выставку представить. И здесь зрители могут прямо участвовать в процессе рассмотрения этого арт-объекта. Дверь в мастерскую тоже содержит серии моих работ в виде магнитов. Это «Суперсибиряк» серия магнитов, где изображены разные личности, которые как-то связаны с Омском. То есть это и Достоевский, и Летов, и Кутилов. И вот я постарался поместить их в такой комикс своеобразный, то есть они у меня суперсибиряки все. Наша экскурсия подходит к концу. Конечно, приходите ко мне в гости. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!